Уважаемые граждане России, уважаемые друзья, завершается 2015 год. Это был год, когда главными словами в нашей стране стали слова «война» и «мир». И главный вопрос сегодня в России – это вопрос о войне и мире. В этом году люди войны продолжали бороться за войну. В этом году люди мира продолжали бороться за мир. Нам не удалось в этом году остановить войну. И мир в этом году не наступил. Главная память об уходящем годе – это память о погибших в этом году. О погибших на земле, о погибших в воздухе, о погибших известных людях и о погибших, кого знают только родные и друзья. И наши мысли сегодня, в эти последние дни уходящего года, в первую очередь с теми, кто потерял в этом году родных и близких. Кто осиротел, кто оплакивает уход из жизни, часто очень трагический, своих родных людей. В этом году в России добавилась еще одна война. К войне в Украине добавилась война в Сирии. У этой войны есть свои жертвы, свои погибшие. И у каждой из этих войн есть продолжение. Эти войны напоминают всем нам, людям мира, о том, что мы не должны останавливаться. В этом году, показательно на виду у всей страны, был казнен человек мира, противник войны Борис Немцов. И в этом году, несколько дней назад, погиб молодой человек Владислав Колесников. Он погиб потому, что не хотел идти на войну, убивать братский народ. Эти два человека символизируют для нашей страны гражданское общество. Тех людей, кто, невзирая ни на что, стоит за мир. Даже если до этого мира может не хватить всей жизни. Мы должны вспомнить сегодня всех тех, кто не потерял лицо, кто сохранил имя, кто продолжает делать главное – бороться за мир в нашей стране. В этом году 10 человек, 10 граждан России попытались в Верховном суде оспорить указ президента Путина о праве государства засекречивать потери вооруженных сил нашей страны в мирное время, потери на войне в мирное время. И дважды Верховный суд России отказал нам в наших требованиях. Он подтвердил право государства объявлять государственные тайны и тайно хоронить своих погибших солдат. Мы запомним это. Мы запомним всех тех, кто, несмотря на очевидные страдания нашего народа, в этом году продолжал путь к войне, невзирая ни на что. На гибель людей, на нищету, на голод, на бедствие, на отсутствие самого необходимого в жизни десятков миллионов людей. Мы запомним этих людей. Мы никогда ни с кем их не перепутаем. Уходящий 2015 год стал годом мужества, годом трагедий, годом большого страдания и годом остающихся надежд. Я абсолютно уверен в том, что народ мира сможет стать большинством в нашей стране. Что призыв не стрелять будет главным призывом в нашей многострадальной стране. Что люди войны не смогут преодолеть людей мира. А мир переживет войну. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.